Владимир, а вот вы выходили под всем известную песню, и она отыграла, по-моему, два куплета, и начался даже третий, а вы все не появлялись. Так и было задумано? Да. Я хотел, чтобы замерз мой соперник. Я имею в виду, это была хитрость, чтобы он остыл, или вам хотелось, чтобы песня отыграла? Я хотел, чтобы он остыл. Это не я, ты хотел мой тренер. Просто это такой довольно чуть подлый как будто бы прием. Стоп, подожди, что ты вкладываешь какой смысл в слово подлость? Я действовал в рамках правового поля. У меня была песня, она вся отыграла, я вышел, когда она закончилась, все. Что, я правила не нарушил, но вышел чуть позже. Ничего, это спортивная хитрость. Хитрость и подлость – это разные вещи. Согласен. Да. Как вам бой? Потому что все равно все говорят, что там какие-то навыки уходят, ты уже можешь отточенность свою потерять, как кикбоксер, если ты столько лет выступаешь. Вы ума и прочувствовали этот момент? Да, конечно, прочувствовал и понял, что давно не был в ринге, что где-то там даже спешил, волновался и навыки в стойке. Ну, не безвозвратно, но были... Давно-давно не практиковал кикбоксинг и где-то там чуть волновался и где-то там приходилось даже форсировать события. Пропустил лишний лоу-кик. Да, вот. Угу. Такой. Ну, это ничего страшного. И пропустил какой-то левый сбоку вот сюда вот. Вот он мне реально потряс. А вот такой вопрос. Допустим, Владимир Минеев из 2011 года, если бы дрался с сегодняшним Владимиром Минеевым по кикбоксингу? Кто бы выиграл? Я бы его съел. То есть, ну, грубо говоря... Ну, смотри, да я там, может быть, и какие-то удары пропустил, но за счет опыта я бы его сожрал. Потому что тот путь в спорте, который я прошел за эти, там, 11 лет, это, ну, это бы очень дорогого стоит. Эти три раунда... пять раундов по три минуты, это вообще... что это вообще такое после пять по пять? Когда я готовился к бою к Магомеду Исмаилу, я приходил в зал, делал перед тренировкой пять раундов пять минут борьбы, вольный грэплинг. Потом делал пять по пять спарринги ММА, ну, то есть, у меня было 50 минут, считай, просто, ну, просто непрерывной нагрузки. А здесь это, ну, 15 минут в стойке. Поскольку вы готовились сначала к бою по боксу с Тимуром Никулиным, сейчас к бою по кику, как давно вообще бороться приходилось? Я все равно борюсь. Я все равно борюсь, и я также продолжаю тренировки в клубе Академии ММА со своим тренером, ну, Universal Fighters, со своим тренером Расул Магомед Алиевым, со своей командой, скажем, Мурадом Богудиновым, Амаром Алиевым. У нас есть ребята, которые приходят к нам в команду. Гришка Шиниников, это Майспорт по классике. И борцовский элемент, они там, так или иначе, всегда присутствуют в разминке, в заминке, в зарядке и в повседневной работе. Ну, я считаю, что там, работа на резине, чисто борцовская история. Я считаю, что это вообще в целом общеразвивающая история, которая необходима, ну, не только борцам. А вот всегда было интересно, обычно, когда там профильные ударники переходят в ММА, борьба для них это защита от перевода и защита от приема, если перевели. А вот насколько там вы уделяете внимание приемам? Умеете ли сложные приемы там из джиу-джитсу делать? Я вот, кстати, конкретно джиу-джитсу в кимоно, ну, в этом, в доге, да, я не занимаюсь. Для меня как-то ближе вот классика, вольная борьба. И, действительно, некоторые приемы мне, ну, кажутся интересными, я их отрабатываю и чисто для себя учу. А вот как раз, что, например, такого из сложного просто было интересно попробовать сделать там какую-нибудь омоплату? Я шею скручу. Не, вообще, прям и правда не крутится. Вообще, почувствуешь мою мощь. Я отработал этот прием. И, знаете, доверие, вот я доверяю, что вообще… Что скручу? Да, 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 абсолютно. Мне доверяешь? Да. Если что, Гриша здесь он может скрутить? А, не, я как-то… Не, я могу. Все, я уверен. Все, окей. Расул Магомед Алиев сказал, что, в принципе, планировали закончить бой в третьем раунде, все нормально. Насколько вы довольны тем, что получилось? Я хотел закончить бой в пятом раунде, но ринг – это ринг. Тут иногда бывает, что планы не реализуются так, как ты хочешь. Я увидел, что он начал слишком агрессивно действовать, и, ну, просто мне ничего не оставалось, кроме как выкидывать встречные удары. Когда я попал ему лево сбоку, я решил не торопиться, не спешить, не лететь вперед, чтобы самому не пропустить лишние удары. При том, что, еще раз повторю, Серка меня удивил своим уровнем кикбоксинга, несмотря на его, ну, небольшой опыт в кикбоксинге и то, что он все-таки боится ММА. Я думал, что он с самого начала начнет, как бы, двигаться назад и даст мне, ну, пространство для маневра. Этого не произошло, он стал, как бы, меня пытаться поддавливать, и я заметил, что у нас даже, там, некоторые комбинации повторялись. Он дергал ногой, бил рукой. Классическая школа голландского кикбоксинга. Я ждал от него, он, там, любит менять стойки и любит бить ножницы, вот. Ну, так получилось, что у меня, я закончил бой, вот, как раз ударом в прыжке с коленой. В углу были и Расул Магомед Алиев, и Евгений Головихин, два, там, суперавторитетных человека, очевидно, для тебя. А понятно ли, кто в какой момент, что из них подсказывает вообще? Потому что есть еще люди. Смотри, я воспитанник Евгения Васильевича Головихина, он мне с детства передал свое стремление к победе, понимание единоборства, понимание боя, рефлексы, комбинации. Но после того, как я ушел из, скажем так, вылетел из гнезда, ушел в спорт, я, там, у меня сменилось много тренеров. Я тренировался и Зналбеком, и, там, успел стать мастером спорта по боксу под руководством Виктора Васильевича Сафонина. И сейчас я тренируюсь с Расулом Магомед Алиевым. И Евгений Васильевич Головихин, он опытный тренер, он все это понимает. Для меня было просто важно, чтобы он был рядом в этот момент, чтобы он был сегодня здесь и сам ощутил вот этот вот адреналин, вышел в ринг, был рядом со мной. Но мы все понимали, что я сегодня больше слышу и привык слышать голос Расул Магомед Алиева. Я просто благодарен Васильевичу за то, что когда-то, да, там, вообще, что он когда-то меня замотивировал. Я думаю, что, ну, каждый знает эту историю, как он повлиял на меня. И за то, что он сегодня, там, взял, приехал, сегодня был здесь, рядом со мной, также, там, со своим сыном, Саней Головихином, тоже мне, как брат, на тренерском штабе. Просто посвятили Евгения Васильевича в то, что мы проделали, в то, что будет, в то, что какой у нас план. У нас, там, как бы, план и был проработать два раунда, закончить третьим. В августе я говорил с Шарой Буллитом, он говорил, да, я уже давно, как бы, вызываю, можно сказать, Владимира Минеева, ведь я говорю, что я хочу драться за пояс Fight Knights. А вы чувствовали, что он вас вызывает или не ощущалось этого? Просто мне казалось, что это, ну, как бы, вот, не считывается, как посыл, что он хочет драться с Владимиром Минеевым. Чувствовали ли вы, что Шара хочет драться с вами? Знаешь, чувствовал, не чувствовал, он, там, себя проявлял, и было ясно, что он один из лидеров в нашем весе, вообще, в стране. Поэтому, я думаю, что эта история была неизбежна. А, он очень тепло отзывался о ваших спаррингах, говорил, что это были очень хорошие техничные спарринги. Какие у тебя... Это было там, да, пара-два рангов. А, то есть, вы не так много, да? Он говорил, что, по-моему, еще в Москве в сборной, там, по... Да, это было давно еще, там, по-моему, на сборах по тайскому боксу, там, было, там, лет по двадцать. То есть, каких-то прям таких цельных впечатлений не осталось, да, вот от тех тренировок с ним? Ну, я помню, что мы, мы, там, боксировали. За свою жизнь сколько, сколько я боксировал. Вероятно, много. А в какой момент ты кто сказал, что этот бой, в принципе, готов, что вот есть контракт, все, его можно подписывать? Ну да, вот вы говорите. Мне выслали шаре, все подписали. Говорили с Расулом Магомед Алиевым, он сказал, что этого боя не хочешь, чтобы подрались шарой. Как выглядел ваш первый разговор с Расулом, когда вот бой объявили, все, как надо готовиться к шаре будет? Ну, не просто, я говорю, все. У меня будет защита пояса, открываться шары. А что подписал? Ну, подписал. А что ему еще делать? Ну, слушайте, мы профессионалы, здесь нет какой-то ненависти или злости, обиды или разочарования. Потому что, как бы, это нормальная история. Я думаю, что она такой и должна оставаться. Мы же не войной друг на друга идем и не идем разорять друг другу дома. Все при этом зарабатывают. Этот парень получит большие деньги. Ну, я, как обычно, большую. Вы вышли в Береде. Вот мы у Хабиба спрашиваем, откуда его папаха, и это там всегда такая красивая история. Ну, папаха, вы же знаете? Ну, это как родовая папаха. У нас тоже эта вся история родовая. Здесь мой брат десантник, мой отец офицер, мой дед воевал. Мой брат десантник. Я, ну, знаю, я просто хотел чисто технически спросить, а вот этот Беред это там ваш, которым вы служили? Это мой Беред. Мой, которым я служил. А насколько до вас вообще долетают новости, что вот кто-то хочет драться с Владимиром Минеевым? Или кто-то говорит, вот было бы неплохо организовать бой Владимира Минеева против кого-либо? Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Насколько ты хочешь, чтобы тебе в процентном соотношении сказал, я же не знаю, кто там что где-то хочет или кидает вызовы. Есть официальные, ну, как сказать, есть люди, которые этого достойны, и матчмейкеры, которые всю эту историю мониторят. Вот я и считаю, что на сегодняшний день я дерусь с лучшим и с лучшими. Владимир, если не сильно сложно об этом сказать, вот ты вышел в футболке, которая, очевидно, там очень много для тебя значит. И я всегда понимаю, что эта вещь, ну, ее кто-то все равно должен изготовить, кто-то должен изготовить там дизайн этого. И это может быть, ну, такой непростой для тебя сложный процесс. Как это было? Вот кто и как сделал футболку, в которой вы сегодня вышли на бой? Ну, я сам. Ну, вы же не будете там в фотошопе или там в Кореле делать макет, кому-то нужно было заказать. Ну, заказали сделать, скинули фото, сказали, вот это так, а это так, тут напиши так. Сразу ли все устроило и долго ли там ты думал, что напишешь, где что разместишь? Ну, там очевидные вещи написаны, которые соответствуют реальности. Ну, да, просто было интересно понять, насколько это там тяжело все делать, например. И, там, как выбирал, вот я только об этом хотел. Нелегко. Понял. Ну, вообще терять близких нелегко. Ну, да, я понимаю, мы говорили об этом. Разговаривали с Камилом, он сказал, что бой с Вагабом отложен. Можете подробнее рассказать, почему и вообще нужен ли вам это? Смотри, ну, на предложение подраться 88,5 в Вагаб не пошел. Ну, объективным причинам, может, он не сделает вес. Отложен, отложен до того момента, когда я сам не смогу сделать вес 88,5. Кстати, может быть, мы с ним сможем подраться по К1, по 93. Сказали про К1, наверняка же на вас выходили и предлагали драться там по правилам бокса в перчатках ММА, в нашем деле, в хардкоре и так далее. Или не выходили? Слушай, да что-то там разговариваешь же с моими агентами по этому поводу, по поводу противостояния с хардкором, с чемпионом. Я не знаю, а что бы они сейчас договорились? Поинтересуйтесь у Шарипа. Мне кажется, у них денег не хватит, наверное. Пусть они начнут что-то предлагать. Не знаю, на чем они сейчас становились. 20 миллионов я получаю сейчас за бой. Зачем мне сейчас переходить в кулачку? Что за вообще 20 лет в спорте для того, чтобы просто драться как собака за какие-то копейки. Есть бойцы, ну, допустим, в Агап. В Агап дерется очень часто по разным правилам. Ну. Вот. Вы, соответственно, не хотите принимать предложения, там, драться часто. Лучше, чтобы на вас вышли, предложили какой-то один бой, но заплатили очень много. Причем драться чаще, но за меньший гонорар. Ну, это же логично и очевидно. Нет, тебе так не кажется? Да нет, ну, условно, Василий говорит, что там 12 боев по 3 миллиона, условно, в кавычках там, или один бой за 20. Ну, как бы, если мы перемножаем… Как ты считаешь, как лучше? Ну, там 36 получается в сумме. А сколько усилий приложенные, травм получено? Ну, вот. И сколько на лечение потрачено? Ну, это ответ… И на подготовку, и на сборы. Ну, вот, я говорю, это ответ Владимира Минилова. Знаете, что бывает? Бывают китайские производственные фирмы, они их опытом продают дешевле. А есть фирмы такие блатные, которые скидок никогда не делают. Цена у них… Но качество хорошее. Да, и никогда у них не бывает распродаж. Так что было распродаж не делать. Только оригинал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok